Ребята, всем привет! Сегодня на видео будет обзор на передний переклюк с Ram Rival. Купил я его на Авито за полторы тысячи рублей. Продавец сказал, что он не использованный, а снят с нового велосипеда. Хоть тут и можно заметить, так вот тут, хоть и можно заметить то, что облезла чуть-чуть краска, в принципе, по остальному реально новый передний переклюк. Это передний переклюк с версии еще 2х10, то есть не те, которые на 22. Такие на чайнике, ну или на других сайтах по велозапчастям, она примерно стоит где-то 2 тысячи, где-то 3 тысячи рублей. Я уж решил чуть-чуть сэкономить и купить рабочий вариант за полторы тысячи рублей с Авито. До этого у меня стояла версия переднего переключателя от MacroShift, модель FDR74, тоже на 10 скоростей. Выглядело оно вот так. Это выглядит вот так. Имеется черное покрытие, да, уже такой двухцветный, с названием Ram Rival. В принципе, что тут можно сказать, выглядит он идентично, то есть отличия тут минимальные, разве что чуть-чуть у Microship длиннее вот эти лапки, а у SRAM они покороче. Ну, видно, да, примерно на сантиметр лапки покороче. Что по весу? Давайте посмотрим. Боли ли у меня жалобы на MacroShift? Нет, жалоб, в принципе, не было. Переключался, в принципе, адекватно. У меня изначально стояли монетки от SRAM Apex, да, а потом уже, ну, туговато шло. А после того, как передняя монетка, после того, как, ну, точнее, монетка переднего переключения. А после того, как монетку поменял на SRAM Rival, все стало намного глаже. А так переключался адекватно, сам переклюк. Итак, 109 грамм. Сейчас от Rival. Rival 103 грамма. Если честно, я думал, Rival будет весить около 90 грамм, как на многих сайтах это указан вес. Я просто не полностью разобрался в теме. Оказывается, 90-граммовая версия, это без вот этого кольца. На раме уже имеется крепеж, куда ты просто уже привинчиваешь сам переклюк. Та версия весит 90, но эта версия с кольцом, она поэтому 103 грамма, всего лишь на 6 грамм легче, чем от MicroShift. Цена вот этого переклюка, она около полторы тысячи рублей в новой версии. Это в новой версии где-то 2000 рублей, да. То есть разница 500 рублей, разница 500 рублей и 6 грамм веса. Посмотрим, как по работе, может быть, еще легче будет переключать. Но, в принципе, отличия по внешности нет, по весу минимальные, по цене тоже почти минимальные. Останьте только посмотреть и снять видео, как она будет себя вести уже на велосипеде. А так, есть и есть небольшое разочарование. Все-таки думал, что будет 90 грамм. Но, повторюсь, это я не разобрался в теме. И на этом, ребята, все. Если хотите больше видосов на тему велокомпонентов, веса и всего остального, я дальше планирую эту тему развивать, потихонечку менять деталь, так скажем, да. То есть вот эту деталь я именно запланировал поменять не потому, что она вышла из строя, а именно потихонечку решил велосипед по частям-по частям менять. Можно было, конечно, сразу поменять велосипед, но с нынешними ценами это в этом году точно не удастся. Ну, буду вот так менять по частям какие-то элементы, а дальше уже все навесное можно будет перекинуть на Тураму, которую, допустим, выберу. Поэтому мало что в этом, так сказать, потеряю. В общем, всем спасибо. Всем пока.